В программе новостей мы недавно уже рассказывали об открытии муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани». И вот он подошел к концу. После напряженных испытаний, в ходе которых конкурсанты продемонстрировали свои лучшие качества, были названы имена победителей. Подробности смотрите в нашем репортаже. Любовь к своей работе и настоящий профессионализм объединили всех участников престижного конкурса. 24 педагога Славянского района, выдержав немалую конкуренцию, смогли проявить свои таланты. Серьезными испытаниями для них стали методический семинар, мастер-класс и открытый урок. Финалисты в завершающий день конкурса защищали образовательные проекты и участвовали в круглом столе на тему «Эффективные и эффектные технологии в образовании». Затем жюри подвело итоги работы конкурсантов. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Китаренко поздравил всех участников конкурса, отметив, что это важный этап в их профессиональном развитии. В системе образования живут традиции. Эти традиции много лет набирают свой формат. И проведение данных конкурсов – это тоже одна из традиций. И она подчеркивает, позволяет не только выбрать кого-то лучшего, все лучшие. Кто сегодня участник, кто подготавливал этот конкурс – это все уже победители. Затем состоялось награждение участников, призеров и победителей конкурса в четырех номинациях. В номинации «Педагогический дебют» в Славянском районе лучшей стала учитель начальных классов 25-й школы Татьяна Чернобай. Конечно же, это огромная ответственность победить, пройти. Я победитель конкурса «Педагогический дебют». Большая гордость у меня за то, что я смогла пройти, ведь старший у меня педагогический всего лишь два года. Но это огромный обмен опытом. Это не только шаг вперед, это, наверное, огромный прыжок вперед, потому что здесь столько дарований, да столько педагогов было. Это такой опыт, просто такие уроки были, прям настоящие мастера своего дела. В номинации «Кубановедение» победила учитель русского языка и литературы из 28-й школы Ольга Лостовка. Первое чувство – это, конечно же, радость. Второе чувство – это чувство благодарности всем, кто мне помогал. Это, безусловно, директор и заучий, и весь коллектив педагогический. Учитель английского языка из 44-й школы Светлана Питаш стала первой в номинации «Основы православной культуры». Я очень благодарна всем, кто поверил в мои силы. Это придало мне уверенности, дало возможность раскрыть свои, так сказать, сильные стороны и черты характера, проявить волю к победе, ну и в результате победить. В номинации «Основной конкурс» победу одержала учитель английского языка 1-го лицея Галина Мирная. Переживала больше всего из-за урока, но самым сложным эмоционально стал именно круглый стол образовательных политиков, потому что очень много вопросов, очень мало времени, и нужно было правильно успеть сформулировать свои мысли, донести их до жюри. Мне просто нравится работать с детьми. А почему английский? Да, действительно, он востребован. Да, это интересно. Да, это творчество. С другой стороны, огромная ответственность, как и у любого учителя. Праздник педагогического таланта завершился. Он запомнится всем, кто принял в нем участие, потому что был ярким, имел свое лицо. Особенность конкурса именно в этом году состоит в том, что была очень высокая конкуренция в каждой номинации. Лидеры сменялись после каждого конкурсного испытания. И победитель в номинации «Основной конкурс» победителем стал педагог из лицея номер один Мирная Галина Александровна с разницей в 0,2 балла. Это говорит о том, что на этом конкурсе у нас были профессионалы, мастера своего дела. Лучшие из лучших педагоги, победители в своих номинациях, будут защищать честь Славянского района на краевом этапе учительского конкурса. Пожелаем им успешного выступления. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова